Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Сегодняшний выпуск для тех, кто хочет добавить в свой лексикон продвинутых фраз Их будет восемь, устраивайтесь поудобнее, записывайте, поехали Фраза номер один Принимать что-то как есть, без лишних вопросов и сомнений Вот как тебе сказали, так ты это воспринимаешь Принимать за чистую монету мы еще говорим Например Я воспринял предложение, как оно есть, без всякой подоплеки, без подтекста Я не думал, что они могут попытаться меня обмануть Мы не должны принимать его объяснение за чистую монету То есть не принимать то, что он говорит, как есть Может быть здесь есть какой-то подтекст У нас тоже такое есть Она ходит бегать после работы, чтобы выпустить пар Вот это очень правильный совет Чтобы избежать конфликтов, нужно научиться выпускать пар Третье выражение в трех вариантах, потому что может по-разному оно использоваться Значение везде одно и то же Это значит попробовать что-то сделать, попытать свои силы в чем-то Я решила попробовать свои силы в мировом забеге на открытой местности Пинята это, помните, вот эта штука, по которой нужно фигачить палкой, чтобы из нее посыпались угощения Ты уже попытался разбить пиняту, теперь дай сестре попробовать Ну и пока мы на фразе со словом crack, давайте возьмем еще одно выражение с этим словом Здесь мы как глагол его используем Это начать что-то делать, приступить к делу Слушайте, нам надо песню написать, так что давайте уже приступать к делу Фраза номер 4 Это вот так вот, когда вам бьют и у вас колено подскакивает Это в переносном смысле означает автоматическая инстинктивная реакция на что-то без раздумий, без анализа, первое, что пришло в голову Часто первой реакцией жертвы в ответ на преступление является желание отомстить Автоматической, молниеносной реакцией на это должно быть усиление охраны во всех больницах Это, кстати, в буквальном смысле тоже может использоваться, если вы там про врачей смотрите какой-то сериал И там knee-jerk reaction, молоточком бьют, колено подскакивает Во множественном числе, has, обращаю ваше внимание Придираться к мелочам Ну если ты хочешь придираться к мелочам, если ты хочешь занудствовать Не хочу занудствовать, не хочу придираться, но все же это был мужчина Следующее выражение, номер 6 Тянуть за струны вашей души, да, растрогать до глубины души, брать за душу, вот это вот все Это история о пропавшем ребенке, гарантированно возьмет за душу Фраза номер 7 На заднем плане Не задвигай здоровье на задний план Почему бы нам не отложить вопрос о твоем замужестве или о твоем браке на задний план пока Последнее выражение на сегодня Буквально это вставить ногу в дверь В том смысле, что попасть куда-то в компанию, в индустрию Хотя бы на порог, да, хотя бы вот заскочить, чтобы потом уже продвигаться дальше То есть начать с какой-то очень нижней позиции, да, устроиться разносчиком пиццы в Google, чтобы потом подняться, например, да, это условно Новое знакомство или заведение новых знакомств очень может помочь тебе сделать первый шаг при поиске работы То есть сделать первый шаг, как-то начать зацепиться На сегодня это все Пишите в комментариях, какое выражение вам больше всего понравилось, какое больше всего удивило Пишите свои примеры с этими выражениями Ну и, конечно, учите английский с Puzzle English Продолжение следует...